Теремок ТВ Робот-пылесос Ты чего в кровати ешь? Забыл, где кухня? Не мешай, я занят Блинчику жуешь? Пылесосю Пылесосю Убираюсь Силой мысли? Силой робота-пылесоса Силой робота-пылесоса Классная штука Классная штука Его, наверное, придумал человек, которому была лень пылесосить А что? Даже поговорка такая есть Лень – двигатель прогресса Робот-пылесос Очень умный прибор Внутри у него есть контейнер, куда попадают пыль Моторчики для колес и щеток А еще датчики, чтобы объезжать препятствия Он изучает квартиру, где нужно убраться И составляет карту Дальше ездит по маршруту Заметает грязь щетками И засасывает в отверстия Ничего не пропустит А после уборки сам отправится на место и встанет на зарядку А вот бы еще кто-нибудь изобрел прибор, который домашнее задание делает И грязную посуду убирает Нуль! Эврика! Первый в мире робот-пылесос под нос Доставит тарелки на кухню Доставит тарелки на кухню Вовка придумал А я Изобрел первый в мире Робот-пылесос под нос Фиксовоз Доставит фиксика куда угодно Куда угодно Обожаю прогресс Не разбились Дай-дай И в варенье убери Эй! Ты что творишь? Ты что творишь? Кусачка! И ты еще! Кусачка! И ты еще! Дим! Дим! Бенч! Думай, Ноличек! Думай! Ты же изобретатель! О! Сейчас вот сюда! Ты тыщ! Я вилочь! Ой! Вот я влип! А-а-а! Кусачки! Кусачка! Фу! Фу! Нолик! Ты в порядке? Это все твое изобретение! Да... Похоже, еще доработать нужно Думаете, изобретателями бывают только взрослые? Вот и нет! Один мальчик забыл во дворе стакан газировки, а внутри ложку. Ночью похолодало, и появилось новое мороженое. Фруктовый лег на палочке. Другой любил кататься на коньках. А чтобы не мерзли уши, прицепил к проволоке два кружка. Из меха и бархата получились меховые наушники. К юной китайской императрице в чашку упал кокон шелкопряда. И она увидела тонкую нитку. Оказалось, что из таких ниток можно делать шелк, снегоход, ласты, тарелка-непроливайка, пластилин, батут. Все это придумали дети. Может, и вы попробуете? Не оттираются. Слушай, а давай заберем робота, который за нос и пол помоет. Робот-пылесос-поднос-кексамос-поломой? Ага. Мы ведь уже натренировались. Зачем еще придумывать? У тебя вон какое приспособление есть. Моющая кусачка. Снег. Ну, куда ставить елку? Давай в этот раз сюда. Мы год назад сюда ставили. Вот и прекрасно. Каждый год одно и то же. А давайте лучше в снежки поиграем, как люди. Ага. Ты в снег провалишься, и нам тебя искать? А правда? Может, встретим этот Новый год в холодильнике? Лучше в морозилке. Люди сядут за стол и не будут нам мешать. А снег? И снег найдем. Что такое снег? Когда вода испаряется из рек и морей, она улетает в небо и снова становится жидкой. Эти капельки такие маленькие и легкие, что зависают в воздухе и образуют облако. Если капли в нем сольются, то станут крупными, тяжелыми и пойдет дождь. А когда холодно, они замерзают и превращаются в кристаллы льда. Во все стороны у них вырастают лучи. Вот вам и снежинки. Они бывают самых разных форм и размеров. Звездочки, иглы, столбики, даже треугольники. И у каждой свой неповторимый узор. Кстати, двух одинаковых снежинок пока еще не удалось найти ни одному ученому. Холодильник лучший кровь для того, кто смел. Для того, кто смел, для того, кто смел. В нем пингвин всегда здоров, и медведь в нем бел. И медведь в нем бел, и медведь в нем бел. Там и летом, и зимой, и вечный Новый год. Может, даже там порой нет мороз живет. Ух, зябка, не зря я вчера морозилку почистил. Да-да-да-да. Нет-нет-нет, здесь слишком холодно. Ха, мы морозы устойчивы. Ага, нолик уже весь синий. Но я и так синий. Не спорьте, переберемся в холодильник, там теплее. Холодильник для синиц и для снегирей. И для снегирей, и для снегирей. Он прокормит зимних птиц много-много дней. Много-много дней, много-много дней. Там и летом, и зимой, и вечный Новый год. Может, даже там порой нет мороз живет. Куда ставить? Давайте сюда. Тут снега нет. Главное, чтобы нас не увидели. В холодильнике вода, прямо для моржа. Прямо для моржа, прямо для моржа. В эту воду он со льда прыгнет, не дрожа. Прыгнет, не дрожа, прыгнет, не дрожа. Там и летом, и зимой, и вечный Новый год. Может, даже там порой, где мороз живет. Еще одна кастрюля, и мы останемся без Нового года. И без снега. И вот это так нет. Зря мы это затеяли. Пойдем домой. В телевизоре спокойнее. Мася, а давай все-таки в морозилку. Снега там тоже нет, но и не точно найдем. А чтобы не замерзнуть, будем водить хоровод. Уговорили. Бежим, ведь скоро Новый год. В холодильник нужен всем. Там снега и льды, там снега и льды, там снега и льды. Только мало там совсем. Место для еды, место для еды, место для еды. И в неделю, в оттуда все, а как один. А еда? А что еда? Мы ее съедим. Зачем я полезла? Все же на столе. Ох уж эти люди. С Новым Годом! Насос. Дим Димыч, машинки поиграем? Не хочу. А в солдатиков? И в солдатиков. Да что случилось? Меня Катя на день рождения не позвала. Почему? Мы играли в шахматы. Я сделал глупый ход. А она не дала переходить. А ты? Я ее врединой обозвал. Вот и поссорились. Ну так пойди, извинись. Деловка. Заодно и поздравишь. Все у тебя просто. Я даже подарок не подготовил. Хм, шарики есть? Вроде были. Не шар, а сосиска какая-то. Сам ты сосиска. Погоди. Из нее можно собачку сделать. Точно. Вы когда-нибудь видели такие длинные шары, похожие на колбаски? Из них делают животных, цветы и даже людей. Называется это смешным словом «двистинг», потому что в английском «двист» значит «крутить». Берем шар, надуваем, но не целиком. Нужно оставить место, чтобы воздуху было куда двигаться и шар не лопнул. С одного конца скручиваем три колбаски. Те, что ближе к центру, вместе проворачиваем по кругу. Получается голова и уши. А теперь крутим шею, передние лапы и самую большую часть – туловище. Затем задние лапы и хвост. Круть, вверх и собачка готова. Теперь попробуйте сами. Какая-то она мелкая. Нужно еще что-нибудь подарить. Робот. Сломанный? Может, машинку? А это что? О, мяч до зарядки. Мне его давно подарили, а я им не пользуюсь. Пойдет. Только надуть надо. Так красивее. О, голова кружится. Может, веном? А если пылесосом? Ну, вы даете. Кто же пылесосом надувает? Что было под рукой, то и взяли. А насосом? У меня только велосипедный. Тащи. Насос состоит из цилиндра, ручки и шланга с насадкой. Внутри него спрятана вот такая деталь – поршень. Когда мы тянем ручку вверх, воздух засасывается внутрь. А когда опускаем, поршень выталкивает его через шланг в мяч. Человек так сильно и быстро дуть не может. Кстати, обратно воздух тоже не выходит. Ему мешает клапан, который выпускает воздух, если только на него нажать. Что это ты спустя год про свой подарок вспомнил? Дим Дима чего Кате подарит на день рождения? Вы с ума сошли? Вещи передаривать нельзя. Да ладно тебе! Мяч почти новенький. Вот именно что почти. В подарок нужно душу вкладывать. А ты что вложил? Водок вложил? Водок скачает! Все равно так делать нельзя! Можно! Нет! Да! Нет! Да! Теперь мы с Катей никогда не помиримся. Без паники. О! Еще шарики есть? И насос есть. Сейчас все сделаем. Дим Дим Димыч? С днем рождения! Это тебе. Ого! Спасибо! И прости за шахматы. Ты тоже меня извини. Дим Дим Димыч! Давай больше не ссориться. Давай. Мир! Пока вы тут больше не ссоритесь, там весь торт съедят! Нолик, боишься, что тебе не достанется? Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе-хе! Эй! Вы чего цветочек обижаете? Ты про это страшилище? Не страшилище, а обычная Венерина-мухоловка. Только не Венерина, а Лизонькина. Хе-хе-хе! 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 Как теперь мусор достать? Руками! Ты что? Мухоловка же хищник! Хищниками бывают не только животные, но и растения. Вот, например, Венерина-мухоловка ест насекомых и пауков. На ее листьях растут тонкие волоски. И стоит мухе задеть их, хоп, листья схлопываются, как ловушка. Хорошо, что такой корм нужен мухоловке нечасто. Обычно она, как и другие растения, берет все нужное из почвы. А еще превращает цвет солнца в питательные вещества. Хе-хе-хе! Шпуля, еще скажи, что это змей Горыныч! Хе-хе-хе! Спасите, помогите! Меня проглотила чудовище! Вылезай скорее! Хе-хе-хе! Да никто меня не съест! А-а-а! Нолик! Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-подожми! Полагай! Цветочку же больно будет! Твой цветочек Нолика съел! Мухоловка решила, что муха! Выпустите! Тут какая-то жизнь-то! Бедный Нолик! Только не лом! Может, крючком? Нолик, хватайся! Хватайся! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Еще идеи будут! А давай покормим мухоловку! Может, тогда она Нолика отпустит! О! Конфеты! Нет! Цветы нельзя кормить конфетами! Поймаем муху? Ее жалко! Мне страшно! Потерпи! Потерпи! Мы что-нибудь придумаем! Пока ты придумаешь! От Нолика ничего не останется! От Нолика ничего не останется! Мухоловочка, миленькая! Отпусти Нолика, пожалуйста! А-а-а-а! Возжимается! Возжимается! Ну все! Вырастить цветок тело небыстрое! В первую очередь понадобится горшок! На дно можно положить вот такие камушки, дренаж! Они не дадут корням будущего растения сгнить! Сверху засыпаем землей, зарываем семечко в маленькую ямку и поливаем! И так каждый раз, когда земля будет подсыхать! Главное, не переборщить с водой! Чтобы цветок рос быстрее, горшок ставят в теплое и солнечное место! А осенью и зимой, когда светлых дней мало, растения можно поместить под специальную лампу! И не торопитесь! Будьте терпеливы! Росток обязательно пробьется! Если просто не забывать ухаживать за ним! Нолик, очнись! Ноличек! Нолик! Ух, живой! Меня не съели! Нет, похоже ты от страха разрядился и мухоловка тебя выплюнула! Ты-ды-ды! Ух, настоящий хищник! Кто еще хищник? Ладно, Шпуля, прости! И ты, мухоловка, тоже! Может, покормим ее? Цветку после вас отдых нужен! Хотя... Я знаю, что вы можете сделать! Прелесть! Квадрокоптер Катя, хочешь ли ты пойти... Нет! Вдруг бы ты хотела... Нет! Да скажи просто! Катя, пойдем в кино? У тебя все просто! Это же не погулять позвать! Это кино! О, ну тогда напиши смс-ку или лучше письмо и отправь! Пока вам надойдет, кино точно закончится! А если... Квадрокоптером? Класс! И Катин маркер заодно верну! Запускаю почтовый квадрокоптер! Дай мне! Нолик! Другой рычаг держи! Держи! Так-то лучше! Квадрокоптер похож на вертолет! Только он меньше! И винта у него четыре! А еще тут есть камера! Так что Коптер не просто быстро летает, но и снимает видео или фото! Такие аппараты нужны журналистам, чтобы делать репортажи! И операторам, когда в кино снимают сцену большой высоты! Спасатели благодаря им находят пропавших людей! А скоро Кат будут доставлять продукты и посылки! Записку лепит! Летим обратно! Спасибо за маркер! А про кино? Ничего! Значит, не пойдет? Может, Катя не хочет в кино со мной? А с Васькой? Ха! Ну ты и фантазер! Сейчас проверим! Коптером! Подглядывать нехорошо! Но этот Васька! Кто-то трубку не берет! Точно, Васька! Вечно он телефон не слышит! Еще и записку ему! Ну, хорошо! Катя, я все понял! Иди в кино с Васькой! А наша дружба! А наша дружба! А наша дружба! Выдержит все! Закончено навсегда! Чего? 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 И он развозил письма в карете! Но далеко уехать не мог! Со временем послания стали доставлять на кораблях и поездах! А сегодня все шлют по интернету! Секунда! И сообщение уже на электронной почте или в соцсети! Бумажное письмо теперь! Большая редкость! Но согласитесь, получить такое всегда приятно! Ты хочешь она отправить? Нет! Лично вручу! Она же узнает, что мы следили! Катя? Дим Димыч, ты почему трубку не берешь? Ты Ваське звонила, а не мне! С чего ты это взял? Семь раз? Значит... Я просто подумала... Вдруг... На, в общем! Ты же Ваське письмо писала! А ты что, шпионил? Нет, я... Катя! Это я виноват, прости! Дим Димыч хотел письмо передать! Только оно не дошло! С квадрокоптера упало! Ну, читайте! Дим Димыч, пойдем в кино! Обещаешь больше так не делать! Черт, ты и фильм выбираешь! Ха-ха-ха-ха! Ты Вась! Редактор субтитров! Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова